Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада «Особенности организации государственной службы». И в своем докладе я рассмотрю данную тему на примере такого государства, как Республика Молдова. Первым делом стоит разобраться с тем, что же вообще из себя представляет понятие государственной службы. Отличное определение можно почерпнуть из федерального закона номер 58 Российской Федерации. Там указано, что государственная служба – это профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий государства, федеральных органов государственной власти, а также лиц, замечающих государственные должности. Также важно отметить, какие существуют признаки государственной службы. Во-первых, служба, как правило, связана с умственным трудом, и для службы характерны возмездные начала. То есть государственные служащие получают за свою деятельность денежное содержание или удовольствие. Также служба обязательно предполагает наличие правовых возможностей по реализации функций организации и государства. Целем госслужбы являются три группы, их можно так разделить. Это политико-административные цели, социальные цели и правовые. Сейчас разберемся совсем поподробнее. Под политико-административными целями понимается обеспечение и исполнение полномочий государства. Это разрешение общегосударственных задач управления, а также создание условий для связи госаппарата с народом. Когда мы говорим про социальные цели, то в первую очередь приходит новое удовлетворение материальных потребностей граждан, а также обеспечение определенного уровня жизни населения. Под правовыми целями госслужбы понимается контроль за соблюдением государственного законодательства, а также обеспечение общества правовыми условиями. Далее следует рассмотреть основные функции государственной службы, то есть основные направления воздействия государственных служащих на общественные отношения для достижения целей и задач государства. Можно также утверждать, что функции государственной службы во многом совпадают с функциями органов государственной власти и государственного управления. Во-первых, самая главная функция – это регулирующая, то есть разработка и реализация политики, направленной на создание конкретных программ. Также существует функция принуждения, то есть использование установленных в законодательстве мер государственного принуждения в строго определенных ситуациях. Это является крайне необходимым элементом демократического порядка. Обеспечительная восстановительная функция, то есть обеспечение прав, свобод человека и гражданина, а также повышение действенности правовой защиты личности. И предпоследние еще несколько функций стоит выделить – это организационная, то есть создание самой системы государственной службы и поддержание в ней порядка и законности. Это правотворческая функция или, как ее еще называют, нормотворческая, то есть разработка и принятие новых правовых актов и повышение качества нормотворческой деятельности. Также существует функция контроля, то есть обеспечения государственного контроля и надзора в сфере деятельности государства. Теперь перейдем непосредственно к Республике Молдова, которая является унитарным государством. Первым делом необходимо разобраться с нормативно-правовой базой государственной службы в данной стране. Источниками нормативно-правового регулирования являются Конституция Республики Молдова, закон о государственной службе номер 443, закон номер 25 о кодексе поведения государственного служащего, закон о государственной должности и статусе государственного служащего. Поэтому начнем разбираться совсем по порядку и первым делом рассмотрим, что из себя представляет Конституция Республики Молдова, которая была издана в 1994 году. В данном нормативно-правовом акте, который имеет высшую юридическую силу в стране, устанавливаются права и свободы граждан, а также нормативно-правовый статус органов государственной власти. Здесь же закреплены положения, касающиеся государственной службы. Важно отметить, что доступ к государственной службе в соответствии с Конституцией Республики Молдова обеспечивается любому гражданину. Далее поговорим о законе о государственной службе, который является основополагающим актом, который регламентирует правовой статус государственных служащих, в том числе условия и порядок прохождения государственной службы, виды поощрений и ответственности служащих, а также основания прекращения государственной службы и другие вопросы. Согласно данному нормативно-правовому акту, принципами деятельности государственной службы являются преданность государству и народу Республики Молдова, строгое соблюдение законов и соблюдение государственной дисциплины, а также персональная ответственность государственных служащих за выполнение своих служебных обязанностей, соблюдение прав и законных интересов граждан и юридических лиц, профессионализм, компетентность и инициативность, обязательность выполнения нежестоящими органами решений, которые принимаются вышестоящими органами, а также демократизм и гласность, то есть создание всем гражданам равных условий и возможностей для занятия государственных должностей в соответствии с их способностями и уровнем квалификации. То есть принципы, на которых основывается система государственной службы в Республике Молдова, можно назвать демократичными. Основными задачами, согласно данному закону, государственной службы являются выполнение положений конституции и законодательства, защита и обеспечение реализации прав и законных интересов граждан, обеспечение эффективной деятельности органов публичной власти в соответствии с их целями и задачами, и компетенции, которые предусмотрены законодательством, а также совершенствование организации и деятельности публичного управления. Далее перейдем к закону Республики Молдова по кодексе поведения государственного служащего. В данном нормативно-правовом акте описываются ситуации, которые связаны с конфликтом интересов, с получением подарков. И здесь устанавливаются нормы поведения государственного служащего, а также раскрываются принципы его поведения, которые во многом совпадают с принципами госслужбы. Опять же, это законность, то есть при выполнении возложных задач госслужащий должен руководствоваться законодательством страны, это беспристрастность, то что государственные служащие не должны, пользуясь своим служебным положением, влиять на физических или юридических лиц. Следующий принцип – это независимость, то есть государственным служащим запрещается участвовать в сборе фондов для деятельности государственных партий, вести пропаганду и агитацию в пользу какой бы то ни было партии, а также создавать партийные структуры внутри своей организации. Важным принципом также является профессионализм. Согласно нему, государственные служащие должны выполнять свои обязанности ответственно и компетентно, эффективно и добросовестно. И последний принцип – это лояльность, то что государственные служащие обязаны добросовестно служить органу публичной власти, в котором он работает, а также законом и интересам граждан. Следующий законодательный акт – это закон о государственной должности и статусе государственного служащего. Одним из требований, включенных в новый закон, является наличие образовательного центра для занятия государственной должности. На все государственные должности могут претендовать лица, которые имеют высшее образование, за исключением некоторых должностей в органах местного публичного управления, занятия которых допускают наличие лишь среднего образования. В этом НПА также устанавливается классификация государственных должностей. В соответствии с уровнем полномочий, обладателя государственной должности подразделяются в следующие категории или ранги. Сначала найдут высшие руководящие государственные должности. Сюда могут входить глава администрации, президента, руководитель структурных подразделений парламента, министры, замминистры, аппарат правительства, государственный секретарь министерства и так далее. Для данной категории государственных служащих выделяются следующие классные чины. Это государственный советник Республики Молдова 1, 2 и 3 класса, соответственно. Следующий ранг – это руководящие государственные должности. То есть это руководители и их заместители в органах, которые подчиняются высшим руководителям. И здесь выделяются следующие классные чины. Это государственный советник 1, 2 и 3 класса. Последняя категория служащих это исполнительные государственные должности. Сюда включаются все иные чиновники и здесь делится данная категория на следующие чины. Это советник первого, второго и третьего классов. Для поступления на государственную должность кандидат должен соответствовать следующим требованиям. Он должен являться гражданином Республики Молдова, он должен варить государственным языком и быть младше 63 лет. Также он должен быть годным по состоянию здоровья, иметь необходимое образование, предусмотренное для занятий соответствующей должности и не иметь погашенных судимостей. И в отношении него не должен быть установлен запрет на занятие государственной должности. Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих производится ежегодно путем сравнения на основе оценочных критериев, результатов, которые были достигнуты им в оцениваемый период и поставленных задач, которые были ему заданы. Задачи государственному служащему ежегодно устанавливаются руководителем органа публичной власти. По результатам оценки профессиональных достижений государственному служащему выдается одна из следующих оценок, прямо как в УЗИ. Отлично, хорошо, удовлетворительно, либо неудовлетворительно. А результаты данных оценок влияют и учитываются при принятии решений, во-первых, о присвоении классного чина, о выдвижении на более высокую государственную должность, либо же об увольнении с государственной должности. Процедура оценки состоит из двух этапов. Это заполнение оценочной карточки и проведение собеседования. Важной составляющей является также и кадровая политика в отношении госслужащих. В отличие от многих бывших советских республик, в Молдавской СССР не было образовательных учреждений по подготовке госслужащих. Большинство партийных молдавских и советских работников проходили обучение в высших партийных школах в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дну и других городах СССР. Основным источником кадров для государственной администрации и органов местного публичного управления оставались высшие учебные заведения. Сдачным событием в реализации задач формирования корпуса государственных служащих стало учреждение в 1993 году Академии публичного управления при правительстве Республики Молдова. Это специализированное высшее учебное заведение в области подготовки и переподготовки государственных служащих, а также осуществление научных исследований в области государственного управления. Модернизация государственной службы и внедрение европейских принципов привели к необходимости нового подхода в многих сферах, в том числе в процессе профессионального развития. Постепенно была усовершенствована нормативно-правовая база и на текущем этапе системы профессионального развития государственных служащих регламентируются концепции кадровой политики в области государственной службы. В 1995 году был принят закон о государственной службе, который регулировал наиболее важные аспекты деятельности государственных служащих, в том числе их подготовку и повышение квалификации. Закон предусматривает, что государственные служащие повышают свою квалификацию каждые 4 года путем различных форм обучения в государственной системе подготовки и переподготовки кадров. Таким образом, в практику государственной службы Республики Молдова вводится система непрерывного профессионального совершенствования. На этом все. Спасибо за внимание.